То, что Надежда Адаменкова станет врачом, было понятно с детства. Игрушкам она клеила пластырь и делала повязки и уколы. И когда пришло время выбирать направление будущей работы, девушка поступила в медицинский. Педиатрию выбрала, потому что любит детей. Со своими маленькими пациентами доктор сразу находит общий язык. Однако одними детьми дело не ограничивается. Для педиатра важно найти подход и к родителям, считает Надежда. Когда ты приходишь в семью, а там все бегают, на ушах стоят, у ребенка там, предположим, температура 39, первое, что ты говоришь, не паниковать. Если родителя успокоить, бабушек успокоить, обычно ребенок сам успокаивается, и дальше уже информация доходит нужная, то есть ты даешь рекомендации, если им следует, все замечательно. Если родитель в панике, он тебя не слышит. Надежда работает в поликлинике больше восьми лет. Чаще всего ей приходится сталкиваться с банальными ОРВИ и гриппом. Чуть пореже у ее пациентов встречаются кишечные инфекции. Из редких и запоминающихся в ее практике был случай инвагинации. Встречается эта патология у детей до двух лет и происходит, когда одна трубочка кишечника вставляется в другую. К счастью, она лечится. Инвагинация – это вообще хирургическая патология, но первый, кто с ней сталкивается, это педиатр. То есть когда тебя вызывают к ребенку, шести месяцев был, тот малыш был, у него были жалобы какие? Крик, беспокойство, чуть позже присоединилась рвота, и только через 12 часов был стул, как малиновое желе. То есть когда педиатр пришел первый раз, он увидел просто беспокоящегося ребенка, которого кричал. Вот и непонятно в 6 месяцев, что у него болит. Сходил к лору, уши не болят, горло не красное, зубы не лезут. Отправили к хирургу. Хирург даже УЗИ сделал в приемном покое, патологии не нашел. Ну, как бы сказал, что это колика кишечная. Отправили домой, и, соответственно, уже, когда был стул малиновое желе, уже на скорую поехали в Нижний Новгород с инвагинацией. Самое напряженное время для педиатра – с сентября по май, когда голову поднимают сезонные ОРВИ и грипп. В одном помещении собираются более 20 человек, и начинается активный обмен вирусами и бактериями. Хорошо, если классы и группы проветриваются, тогда вероятность заболеть меньше. Вот у нас в сентябре, буквально в начале, там буквально неделя после начала учебы, и случилось. Полегли все. Полегли школьники, полегли детские сады, потому что тоже после отпуска собрались все в единый коллектив. Но сколько мы? Три недели с тахановскими методами мы боролись, лечили, всех вылечили. Сейчас вот, если посмотреть по вызовам, опять идет подъем заболеваемости. Ну, сейчас просто холодно. То есть, опять-таки, стало холодно, стали меньше проветривать окно в классе, открыть сложно, все замерзли. И опять вспышка пошла вверх. Иногда бывает в мае вспышка. Чаще всего вспышки, когда погода меняется. То есть, было холодно, стало оттепель, здесь плюсанули детки. Или наоборот, вроде нормальная температура, там резко минус 10. Опять-таки, кто шапку забыл одеть, кто ноги промочил, кто не проветрился. Благодаря реализации ПСР-проектов в детской поликлинике педиатр практически все время приема может уделить маленькому пациенту. К единому стандарту привели кабинеты и обновили там мебель. Врачи освободили от бумажной работы. Теперь они заполняют только протокол осмотра в электронном виде. Всех внеплановых пациентов направляют в кабинет внепланового приема. А по вопросу медицинской документации – в доврачебный кабинет. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.